КОНЬ 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 Это мой конь Альберт. В общем, он, как видите, в хорошем состоянии. Есть видео, где он бегал рысю по манежу. То есть чувствует он себя нормально. Доктор вчера был, осмотрел его полностью. Проверил пульс, потом дыхание. Сделал на всякий случай противовоспалительный укол. Конь, в принципе, чувствует себя хорошо. Насчет инцидента, что случилось? Там улица Греческая, угол Пушкинская. Там очень крутой подъем и была пробка. В связи с тем, что центр был перекрыт. И я там раньше поднимался, но сейчас, поднимаясь, я попал в пробку. И мне пришлось сдать вправо максимально. А там идет такая вот брусчатка скользкая, подъем и склон чуть-чуть вбок, вправо. И конь начал скользить в правую сторону. И он начал волноваться. И я какое-то время просто стоял на месте, не знал, что мне делать. Потом принял решение развернуться. Но опять же, там слева машины постоянно ехали. Подошло несколько человек, которые решили мне помочь. Мы взяли, попытались развернуть за лоблю коня вместе с каретой. Но, естественно, так он уже был перепуган тем, что он пытался стартануть с места, но у него не получалось. Он упал на передние колени, ноги. После этого я подбежал, спрыгнул, попытался его поднять, но я не учил то, что были натянуты по сторонке сзади, к карете. И это мешало ему подняться. Мне нужно было сперва отсоединить эти по сторонке, а потом уже его поднимать. Но так как я был в довольно стрессовом положении, я этот момент пропустил. И резко налетели также люди. Еще больше стресс у меня и у коня. Потом я понял, что все-таки нужно снять эти по сторонке. Меня оттолкнули, не давали мне к нему подойти какое-то время. Потом, как я к нему только подошел, я быстро снял по сторонке. И буквально все это длилось не больше 5-10 минут, не больше. То есть, как только я снял по сторонке, он сразу же встал. То есть, врач был засвидетельствовал, что теплового удара, либо какой-то болезни, то есть у коня нет. Небольшая ссадина на правой задней ноге, там сдерта кожа просто. Явно прослеживается жестокое повадение с твариною. В данном случае это конь. На нем есть ссадины, он как-то подхрамывает. Мы, из слов представителя владельца данной тварины, мы поспелковались. Он говорит, что есть обстежение, которое подтверждает, что конь здоров. Но нам в Держпоживслужбе, лекарь, я представник, надано заключение, не заключение, а данная припись, на котором он должен сделать рентген. После этого будет заключение лекаря, и мы уже будем сказать, что данный конь со здоровьем. Умовы удовлетворительные, есть вода, есть сина, то есть конь, я думаю, на данной территории чувствуется себя комфортным. А есть, скажем так, сложность в том, что мы видим, какая эксплуатация данного пьяна. То есть, что он находится в комфортных условиях, это не то, что он также эксплуатуется. Мною, как директором департамента, были предложены варианты размещения, скажем так, данных прогулок, даже в этом парке. Но, на что, скажем так, владельцы говорят, что нам лучше на Дербайске стоять, там больше заработок. Будет делать рентген, потому как видно краснота. Рентген? Рентген обязательно, чтобы мы понимали, насколько лошадь была травмирована. Ну, купон, рентген делать для лошади, это очень непростое занятие. А скажите, пожалуйста, а издеваться над ними, это простое? А как, над ними никто не издевается? Послушайте, мы видим явные ссадины. Вот, есть профессионал, который тоже на это обратил внимание. Вот это небольшая ссадина, такая ссадина может случиться просто, когда лошадь даже идет по парку. И цепляется за дерево. Смотрите, видите, около ссадины покраснение, да? Это не покраснение, это просто я не смыл. Плюс лошадь подхрамывала, когда стояла только что. И то, что она два круга здесь, как говорите, рысь и пробежала. Нет, если он переходит, перемещает вес на генангу, это не значит, что он подхрамывал. Речь не о том, что делает шаги, и при этом при всем видно, как он... Вот это покраснение, вы можете сказать, что это просто не от ушиба. Это просто кровь, просто я не смывал. Я переживаю за животных, я борюсь с жестоким поваджжением животных. И моя задача, чтобы я понимал, что лошадь в порядке. А для того, чтобы я понимал, мне нужно заключение рентгена, эксперта, который... Давайте спросим врача, требуется ли заключение? Значит, поскольку случился такой факт, и рассматривается этот вопрос о жестоком обращении животных, о рациональности использования этой лошади в том бизнесе, которым вы занимаетесь, вот я считаю, необходимо четкое заключение врача-специалиста о состоянии лошади, о состоянии вот этой травмы, какое глубокое повреждение, повреждены ли кости, повреждены ли мышцы. Мы видим, что кожа повреждена, а в какой степени повреждены мягкие ткани и сама кость, мы судить об этом не можем. Какой врач вас устроит? Кроме того, сейчас... Любой лицензированный врач, Дудник, да, пусть он даст вам заключение, он и напишет диагноз, померяет температуру, поставит... Это все уже было. Он дал вам какое-то заключение, какую-то бумагу? Нет, он был в воскресенье. Смотрите, бумага в любом случае нужна. Мы напишем предписание о том, что предоставит нам документы в срок. Кроме того, я вам хочу сказать, представьте себе, если бы на этой лошади верхом сидел человек, и если бы она упала на бок, представляете, что бы было? Он верхом никого не катается. Я к чему говорю, что это вопиющая проблема, с которой мы будем бороться и которую не будем допускать.